Всем привет! Мы возвращаемся в Westland 2. Загружаем первоначальный вариант прохождения. Посмотрели два других варианта, если отправить бойголовку монахам. Они тут же за неё пересорились и взорвали себя. Сказав, что, ну, теперь-то уж два бога больше, чем один, давайте сразу к нему. Получилась одна огромная дыра на месте Канивана и храма. И отправили бойголовку армии гремучих змей, так эти вообще офигели. Перебили всех монахов, установили свои порядки и начали со всех брать несправедливо высокую плату. Доктору, задавай, ты иди. Ловушки тут вряд ли, конечно, будут. Их в храм вход, скорее всего, не сохранился. Ну, как узнать-то, вот вход. Никак не выделяется. Как узнать судьбу доктора Кайла? И мне нужен препарат противолихорадочный. Мне нужно внутрь-вниз. Здесь ничего вообще. Что там? А, внутри. Как-то можно ее открыть, там, ножичком поддеть. Шахта есть, значит, можно. Хакета в ней есть, значит, можно как-то пробраться. Что она увидела? Рейнджерс, over here. Спасибо, мы не курим. Псс, рейнджерс, over here. Ну, тут тупик тоже без всяких. Мужки, да, даже не иначе. Но, так как не было взрыва, есть вероятность, что целая база и гремучих змей, и вообще сама локация каньона целая. Писовня, парадные ворота, задние храмовые ворота, вот мне это вот, имеется в виду вот этот выход, или вот они здесь есть? Здесь больница, здесь столик с медикаментами, просто пустая площадка, здесь ничего нет. Здесь нет вода. Храмовые ворота мы прошли. Это просто, по-моему, стоят палатки, которая, вот, стена. Нет больше нигде спусков, закоулков. Почему в Вейстланд? Почему нет перехода в каньон? Можно же как-то этого ГЗ ковырять. Чего-то не нравится. Это, типа, одна локация теперь? Чего-то как-то по-козье сделано. В Растросе, честно говоря, я нахожусь. Полностью убрали локацию. Здесь спуска нет. Он в том был варианте. Ковбойский лагерь. Где находились ворота, где меня ждала группа вот эта? АКЗ-шная. Может быть, вот здесь, где стоит, теперь... Там был вход в подземный бункер. Я хочу попасть внутрь и обезвредить. Вот где они сказали, типа, если сможете нам открыть дверь, будет вообще все в шоколаде. Тоже здесь стена. Они ее полностью вообще, что ли, получается, переделали? Я не могу. Я не могу. Я не могу. Осталось только вода, и всё. Не знаю, что делать, и я в непонятках. Огромная бетонная крышка. Откуда он управляется? Ведь должен быть пуль. Нет, это просто ямища одна общая. Какое-то у меня бежевю ненормальное. Что здесь срабатывает у Доктора Розы? Нет. Но здесь просто нет ничего больше. даже же монаха этого нет в рваных штанах здесь тупик, все ясно, в общем, карту ужали теперь это одна локация вместо двух никого на ней нет АГЗ, штаб недостижим нам, мы не можем туда пойти и всех убить и судьба одной боеголовки не ясна одну мы разминировали, а вторая это стоит у нас теперь есть гусеница для маленького танка у нас домой киж этот остался малец локации две, а их объединили в одну посмотрим, что с нашим спящим красавцем стало тайник майка с бретельками кожаные штаны с раковиной лазерный карабин удача нам улыбнулась задний вход войти задний вход, по-моему, который к самолетам ближе там, где мы выходили да, вот здесь девчонки где мы забыли своего зеленого друга проснулся, наверное, проспался и ушел здесь игре даже не знаю, у нас есть какой-нибудь да, мы все перегружены, сейчас продадимся оружие в основном да, он фуфлыжный а, слим в брене он а, у него тоже полева медицина жил да был орел мужчин ну, заходите, что встали чай, не чужие ряде, девчонки на продажу ну, так, пара штуковин что-то еще, рейнджер что-то еще, рейнджеры? хороший урон блин очередь из четырех до восьмидесятка ну, да так, вот этот фуфлыжный он как пистолет с очередями девчонки, танцуйте чему вам принесли ну, вроде-то и все да, ничего не интересного пулемет только, но мы воздержимся от приобретения у меня сто двадцать три нормально до свидосики да, почините там резиновую штуку вон подогнали до утра я можете чинить сейчас зайдем посмотрим, вряд ли тут что-то прибавилось здесь а наш зеленый вдруг пропал может вернулся в Дарвин где мы его нашли на карте его нет что там плитку починили? да ничего на радиостанцию можно не заходить видимо будет то же самое самое не посмотрел там девчонка с ними нет ну, ладно, пропал так пропал ночного уже хорошо покормили перед путешествием перед путешествием надо капец перед путешествием а, бингвин вот он стоит все с ней нормально малый, по-моему, где-то вот тут у нас завис вот здесь ну, никого не съела на том спасибо нам бы, думаю, сообщили о новом чудовище охотящимся за конфетами да, холостая охотка ничего тут в тюрьму ставить гусеницу смотреть что там произошло произойдет, вернее, дальше ну, а здесь, конечно, у нас кинули просто в тюрьму в тюрьму в тюрьму в тюрьму к сожалению, все остальные отряды сейчас преследуют ударные группы так что вы будете действовать в одиночестве нужно попасть в тюрьму и узнать, чего это Данфорд сбеленился если вы не сможете успокоить его или договориться о мире тогда сделайте то, что нужно сорвите его план уничтожьте базу убейте или захватите его самого все равно как, но отцепите от нас этого клеща мы не можем отправить вас в Лос-Анджелес пока вы не разберетесь с этой проблемой ясно? конец связи можно подумать, мы до этого работали прямо в такой офигенной связке рация Красной Скорпионы закрыли глаза на то, что рейнджеры постоянно нарушают наши границы мы смирились с нападением виномерных жителей и солдат мы сносили их попытки обратить против нас в города, которые мы защищали но последний геонет таково, что нельзя забыть и простить это какое? рейнджеры убивают наших собак, они заразили наших верных гонщик, наших лучших друзей и партнеров кошмарной болезнью, которые убивают жестоким варварским образом лапы собак кровоточат из пластей течет пена глаза гноятся, они перестают есть потом перестают ходить и потом что-то по-моему крыша у него капец едет Варгас, ты ведь меня слышишь в этот раз ты зашел слишком далеко это не одна собака, а сто их это я обидел не какого-то мальчишку а своего заклятого врага я приду за тобой, Варгас я снесу стены твоей крепости и режу тебе горло я знал, что так будет, Варгас но я его ожидал, строил армию, тренировался готовился к тому дню, когда мы возьмем всю Аризон и бросим рейнджеров подыхать на песке где ему место но ты вынудил меня, Варгас подпустив заразу моим псам ты подписал себе приговор твоя и так короткая жизнь подходит к концу сколько нелепости, а? уху 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 мы пришли ни с чем вот это самое разочаровывающий момент сейчас чё я перегруженный, чё я вечно я не знаю какого-то я сейчас строю дохликаю гусеница 8 фунтов ладно, сейчас отдадим чё тут всё путём никого без нас не съели вот это да кажется здесь что-то закопано кто-то под красных скорпионов может быть косит? ой, вернее под рейнджеров мне кажется эта крыша едет у самого этого персонажа персонажа этих двоих убили, да да, мелкие радости нищие страны здесь где-то магазинчик должен быть вот он здесь где-то магазинчик должен быть а торгующего тела нет как-то тут всё нехорошо всё смутно напоминает детский стишок что-то про флаг и нацию то что раньше было было центром оживленного города теперь лежит в руинах в окне-то заправки висит небольшая записка уехали в Дамонту но это неплохо здесь у нас пытались оружие проверить тут прям всё совсем нехорошо Игра как-то помрачнела, просто капецок после нашего приключения с бомбой. Да, и здесь торговца нет, потому что он полег в демонте. В неравной схватке с жестянщиками. Груст, печаль. Контрольные точки скорпионов, пошли посмотрим. То, может быть, они уже вернулись на свои позиции. Да, вроде нет. Да, бегом. Мрачный, что зеленый потерялся. Локация ужалась. Самым катастрофическим образом. Давайте сюда. Это кактус хендж. Джоуб, вы? Здорово, Джоуб. Как обстановка? Так, не будем торопиться. Будем сохраняться. Сейчас хоть расскажешь, что тут произошло. Это все вы виноваты. Если бы вы убили красных скорпионов, как я вам сказал, мне бы не пришлось. О боже, что пришлось? Это я заразил собак, а потом сказал скорпионам, что это сделали рейнджеры. Я больше ничего не мог придумать, чтобы заставить вас убить Данфорда, как уже давно было пора. Чем ты их заразил? Есть такая болезнь, заживается опухшая лапа, я видел больных ею диких собак, я поймал одну такую, привел на ферму бедные стражевые собаки, зараза так быстро разошлась. Я собирался вылечить их, как только вы начнете воевать со скорпионами, но потом понял, что если так сделаю, Данфорд догадается, что их заразили, и я испугался. Да и план тому не сработал, рейнджеры должны были надрать зад Данфорду, а вышло наоборот. Теперь скорпионы будут править везде. Лекарства у тебя есть? Да, но я не могу дать его собакам, комендант Данфорд сразу убьет меня. Но она его убьет. Ты должен вылечить собак и объяснить все Данфорду. Но Данфорд этих собак любит больше, чем людей, он меня на части порвет. Вы должны меня защитить, я туда не пойду. Мы сделаем все за тебя, дай нам лекарства, мы отнесем. Ладно, но это сделать только ради собак. Зря я так с ними поступил. Нужна всего одна капля, здесь больше, чем на всю жизнь понадобится. Пожалуйста, не говорите, что это был я, мне очень жаль, что все так вышло. А почему нас нужно заставлять? Я пытался вызывать к вашей жалости, но вы не слушали. Судьбы бедных фермеров не волновали вас и настолько, чтобы найти Данфорда в тюрьме и убить его. Вот я вынудил напасть на вас и знал, что от прямой угрозы вы уйти не могли. Мы не смогли пройти мимо турелей. Вы могли бы мне сказать, я бы никогда не стал заставлять его нападать на вас, если бы знал, что вы не можете. Твою мать, я все запорол. Уже ты тупой. Пожалуйста, вы мои единственные надежды. Значит, про собак правда. Пановально действовать ничего никто не заминировал. Ну-ка, может, доктороза с новым чутьем что-нибудь тут найдет? Нифига. По-моему, близится время задушевных разговоров по интеркому. Пойду все вместе, потому что Слик должен говорить. Ну и так, убитые собак вернулись. Зайдите за камни, Рейнджер, прошу вас. Подойдите и умрите, как убитые вами собаки. Мы нашли лекарство для собак, давай поговорим. Лекарство у вас? Серьезно? Даже не верится. Я, ладно, Рейнджер, не стану упускать шанс вылечить моих собак, но если вы нам врете, вам конец, вы слышите? Ляск был. То, что я думаю. Открытые открылись ворота. Да. Офигеть. Доктор Роза, есть вариант. Просто сейчас сохранюсь, мне просто интересно. Так, и одну минуту буквально. Мне кажется, если робота починен, он за мной поедет. Так, колдай, колдай. Мы принесли тебе гусеницу, дружище. Гусеница заменена, щелкает последний зажим, робот готов к выезду. Система подвижности включена, выберите нужный тип цели. Один органический, два неорганические. Посиди пока здесь. Конец строки. То есть неорганический, что он поедет с турельми воевать? У него здоровья-то сколько? Это же обычный убийца, у него ни повреждения нет. То есть ни урона он не может раздать. Кстати, Доктор Роза. Неудобно спрашивать. О, собачьи косточки. Может быть это их звездный час. Кто разговаривал с собакоубийцей и кто получил бутылек с лекарством? А то банка маринада может не сработать на них. Вот она. Отдельно просто выглядит так же как все. Я думал здесь через гусеницу заходить. Оказывается здесь вот так вот все. Руки держите на виду. Идите. Ради вас надеюсь, что лекарство у вас. Давайте уже в следующей серии пойдем. Потому что я думаю здесь прилично сюжета будет. Эта серия получилась такая очень сумрачная. Вместе с предыдущей. Тяжелое впечатление, потому что как-то и карты перемешались. И игра как-то вся смазалась после вот этих развязки с ядерными боеголовками. Непонятно, что будет дальше. Где это ОГЗ выкапывать. Потому что локация с их штабом исчезла. Надеюсь с ними как-нибудь еще потом пересечемся. И сейчас главное здесь будем с Данфортом разруливать. Лечим собаку и попробуем с ним поговорить. А сейчас всего вам хорошего. Удачи и пока. У нас психолог в майке и в штанах. И доктор. Лексингтон что-то как-то подозрительно пристроился к колдаю. А к остальной схватке мы готовы. Если тут начнется буча какая-нибудь. Я не думаю, что кто-то выживет. У них 52 здоровья, мы их просто сметем. Надеюсь до этого не дойдет. Мы попробуем решить все дипломатией. У него двоечка, блин. Мы не сможем ему качнуть ничего. В экстренном случае. Хотя у него есть возможность. Да, он получится очень скоро. Уровень. В общем все будем решать в следующей серии. Еще раз спасибо за внимание. Всего хорошего. Удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok